В эти выходные Хохловка массово запоет. 20 июня в одном из самых живописных уголков края состоится фестиваль «Певческое поле при Камье». Лучшие хоровые коллективы края и артисты из других регионов в течение нескольких часов будут исполнять духовную, классическую, народную музыку. Фестиваль открылся сегодня у стен органного зала. В Прибалтике подобные фестивали уже давняя традиция. К примеру, в Таллине впервые в 1959 году состоялся всеэстонский праздник песни. Для эстонцев петь в хоре все равно, что дышать. Из соседнего государства в Пермь прибыл специальный гость фестиваля – Аарне Салювер. Один из самых ярких деятелей эстонской музыки, дирижер и педагог. Сегодня он много времени уделяет детскому хоровому пению. Идея была, чтобы каждый ребенок в школе должен иметь право петь в хоре. Это как это по-русски? Human rights. Человеческое право. Человеческое право петь в хоре, и чтобы у него был тоже учитель, хороший учитель. Когда-то певческие хоровые традиции были сильны и в России, в том числе и на Пермской земле. До революции губерния насчитывало около трехсот хоровых коллективов. Это традиция не менее важная в российском государстве, чем в любой стране мира. Я вообще считаю, что Россия должна быть хоровой державой. Русская культура – это в основном основано именно на русском хоровом пении. Все наши великие композиторы, Рахманинов, они проходили хоровую школу. В грядущие выходные при Камье вспомнят старые традиции. В Хохловке под открытым небом соберутся лучшие краевые коллективы. На певческом поле зазвучат произведения классической, народной и духовной музыки. А в числе специальных гостей, кроме Арны Сальувера, хор «Вознесение» из Екатеринбурга и коллектив из Тюмени. Выступят все абсолютно хоры, выступят совместные уральские и тюменские. Они выступят и отдельно. Вы сможете посмотреть и фольклорные ансамбли, и просто хоровые академические ансамбли. И где-то будут инструменты. И специально мы пригласили коллектив Пермской филармонии «Квартет Каравай». Вот. Я надеюсь, что всем очень понравится. Продолжение следует...